Что собой представляет сегодня российский парламент? Какие законы принимают и чьи интересы защищают депутаты? Об этом в нашей программе стоит задуматься. В студии Регина Лисаченко. Здравствуйте и сегодня в выпуске. В Госдуме сказали нет государственному софинансированию расходов на капитальный ремонт. В КПРФ предложили лишить депутатов и сенаторов пенсионных надбавок. Соответствующая инициатива размещена на официальном сайте Госдумы. Отклонили по инерции на охотном ряду в 13-й раз провалили закон о детях войны. Государственная дума 7-го созыва отработала свои первые 100 дней. Как следует из доклада, который был подготовлен Институтом социально-экономических и политических исследований, Нижняя палата Российского парламента повысила свою работоспособность и стала примером для региональных законодательных собраний. С момента начала работы 7-й думы прошло 100 дней. За это время в парламент было внесено 330 законопроектов. Причем две трети это правительственные инициативы. Что касается народных избранников, то только 100 думцев смогли отметиться на законотворческом поле. В прошлом созыве депутатская активность была значительно выше. Похоже, таким способом новая дума старается избавиться от обидных прозвищ – бешеный принтер и штамповальня. Четкое выполнение парламентских процедур и правил, содержательное соблюдение норм законотворческой работы вместо иногда формального пробегания по всем пунктам слушаний, заключений и чтений – вот что должно стать приоритетным подходом в нашей работе. Кстати, в декабре было решено выделить 60 миллионов рублей на экспертную оценку законопроектов. Плюс по 10 миллионов на научных консультантов смогут потратить фракции. Между тем, от косяков на охотном ряду избавиться не получается. Так, в конце года президент наложил вето на закон о создании информационной системы контингент обучающихся. Стоит заметить, что КПРФ голосовала против данной инициативы. Президент в данном случае услышал голос народа быстрее, чем мы, парламентарии. В данном случае понимая то, что источником любой власти является народ, он понимает, что даже если 5 или 2 процента озабоченности людей есть, это нужно вернуть и пересмотреть. Похоже, на охотном ряду больше не собираются окраснеть за принятые законы. В ближайшее время рабочая группа во главе с первым вице-спикером Иваном Мельниковым должна разработать критерии и требования к вносимым законопроектам. Впрочем, уже сейчас парламентарии обязаны согласовывать с фракцией все свои предложения. Вот такая круговая порука. На Государственной Думе будет лежать основная ответственность за организацию работы Совета законодателей России, приоритетах работы создания условий нашим коллегам из региональных парламентов, подготовки федеральных законодательных инициатив. И все же, по большому счету, предлагаемые способы повышения качества законотворческой работы носят формальный характер. Ведь имея конституционное большинство, Единая Россия принимает только те законы, которые поддерживает правительство или администрация президента. С 1 января 2017 года вступили в силу поправки в жилищный кодекс, согласно которым отчисления на капремонт приравнены к прочим платежам за жилищно-коммунальные услуги. Отныне за несвоевременный платеж по капремонту к неплательщику будут применяться такие же санкции, как и к тем, кто не платит вовремя за свет, газ и тепло, пени, штрафы, судебные иски и т.д. Оппозиция в Государственной Думе подготовила целый пакет поправок, облегчающих бремя капитального ремонта для населения. Забегая вперед, скажем, что все предложения были забракованы парламентским большинством. Первым в очереди на отклонение оказался законопроект, подготовленный фракцией КПРФ. Как пояснил автор законопроекта, коммунист Валерий Рашкин, действующий порядок финансирования капремонта за счет средств граждан серьезно ухудшил материальное положение многих россиян, особенно с низким уровнем дохода. В связи с этим парламентарий предложил изменить систему софинансирования расходов на капремонт. Законопроект предусматривает, что собственники помещений, то есть граждане, вносят свою долю софинансирования капремонта, которая не должна превышать 15% от общей суммы расходов на ремонт их дома. Остальные средства, то есть не менее 85% требуемой суммы, должны предоставить соответствующие бюджеты или специализированные государственные институты развития. Кстати, с 2008 по 2014 годы в стране работала аналогичная программа. 5% от необходимой суммы вносили собственники жилья. Остальные деньги шли из региональных бюджетов и из фонда реформирования ЖКХ. За 7 лет было отремонтировано 150 тысяч многоквартирных домов. Однако в 2015 году правила поменяли и теперь капитальный ремонт полностью оплачивают жильцы многоэтажек. Люди должны платить за капитальный ремонт, неважно доживут они до него или нет. И самое страшное, о чем нам говорят люди на встречах. Если не дай бог у тебя произвели под документом капитальный ремонт, даже если он не соответствует тем требованиям, которые действительно предъявляются жильцами самим домом, то следующий капитальный ремонт наше поколение дождется никогда. Если темпы проведения ремонта из года в год будут оставаться на одном уровне, то получается, что за 5 лет удастся отремонтировать не более 150 тысяч жилых домов. Примерно столько же было отремонтировано жилья по старой программе. Но тогда так называемая капиталка не была обременительна для кошельков россиян. Даже сегодняшние объемы денег, которые накапливаются в фонде капремонта, они не осваиваются. Из 150 миллиардов рублей освоено фондами капремонта не более чем 35-40 миллиардов. А остальные деньги лежат мертвым грузом в этих фондах. То есть сама по себе модель управленческая, она крайне неэффективна. С населения деньги забрали и положили в кубышку. Кроме того, авторы законопроекта предложили изменить саму систему взымания накоплений и взносов на капитальный ремонт. Предлагается установить период уплаты взносов, не превышающий 5 лет, и привязать его к конкретным срокам ремонта в конкретном доме. Несмотря на аргументы, представленные оппозицией, комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ предложил законопроект отклонить из-за отсутствия денег. Мы всегда исходили и исходим из того, что в государстве деньги есть. Первое, не разворовывайте. У нас 50% бюджета разворовывается. Это не слова Рашкина, это сказал генеральный прокурор при отчете на пленарном заседании Государственной Думы. И в качестве ремарки. В Амурской области минимальная плата за капремонт в 2017 году выросла 6 рублей 50 копеек до 8 рублей. В Якутии тариф не только вырос, но и стал дифференцированным. Для владельцев квартир в деревянных домах ежемесячный взнос 3 рубля 60 копеек за квадратный метр. В каменном доме без лифта 6 рублей, с лифтом 8. С 1 июля 2017 года в Москве минимальный размер месячного взноса на капремонт в многоквартирном доме увеличивается с 15 до 17 рублей за квадратный метр. К другим темам. 20 января Государственная Дума отклонила сразу 3 законопроекта о социальной поддержке детей войны. Один из них был внесен депутатами КПРФ, другой представителями Справедливой России и третий был подготовлен Госсоветом Татарстана. Прошлая Дума поставила своеобразный рекорд. За 6 созыв было отклонено 12 таких законопроектов. Это уже четвертый по счету вариант законопроекта о детях войны, который внесла КПРФ в Государственную Думу. На этот раз депутаты-коммунисты предложили раз в год к 9 мая выдавать детям войны по 5 тысяч рублей. В свою очередь местные власти должны взять на себя расходы по медицинскому и транспортному обслуживанию. Во-первых, 2,3 миллиона детей войны никакими мерами социальной поддержки не пользуются. Во-вторых, в большинстве регионов приняты социальные кодексы, в которых отменены уже действующие льготы для пенсионеров. Под нож пошли транспортные, коммунальные и даже ритуальные льготы. Со своей стороны депутаты из Татарстана предложили установить единый статус для детей войны на федеральном уровне и ввести ежемесячные выплаты, размер которых должно определить правительство страны. Одни и те же люди в одном регионе могут быть детьми войны, а в другом регионе такие же люди не являются детьми войны. Разный набор мер социальной поддержки. Такой подход к решению данного вопроса является вынужденным и, по сути, неправильным. Законопроект, инициированный эсерами, вводит дополнительные гарантии для детей войны и тружеников тыла. В частности, детям войны предложено ежемесячно выплачивать 1 тысячу рублей, а труженикам тыла 2 316 рублей. Кроме того, устанавливается льгота на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 25%. Если мы примем такое решение, то что изменится-то? На практике ничего. И сегодня субъекты федерации имеют полное право устанавливать такую поддержку. 28 субъектов законы региональные о детях войны приняли. Вместе с тем думские единороссы считают, что такие законопроекты должны быть приняты на уровне субъектов федерации. В свое время правительству удалось переложить на регионы заботу о тружениках тыла. Разве у нас сегодня у всех пенсия одинакова? Разве у нас у чиновничьей рати, у депутатской пенсия соответствует, что ли, пенсиям тем, которые получает работяга? А разве у всех других категорий, которые сегодня отличаются теми или другими заслугами перед страной, пенсия соответствует той средней пенсии? Нет. В КПРФ предложили лишить депутатов и сенаторов пенсионных надбавок. Соответствующая инициатива размещена на официальном сайте Государственной Думы. По мнению автора законопроекта Алексея Куринова, поправки призваны устранить разницу между пенсионным обеспечением народных избранников и рядовых граждан, что позволит сократить отрыв интересов избранного лица от интересов его избирателей. Депутат также полагает, что изменение в статус законодателей повысит эффективность их деятельности, поскольку она перестает сводиться к погоне за привилегиями в зависимости от стажа работы. Доплата приводит к тому, что пенсия бывших депутатов Госдумы и членов Совета Федерации существенно превышает средний размер пенсии по Российской Федерации, что является несправедливым по отношению к остальным получателям пенсии. Из пояснительной записки к законопроекту. Напомним, согласно действующему законодательству, гражданин, занимавший должность члена одной из палат Федерального собрания не менее пяти лет, может претендовать на доплату к пенсии в зависимости от срока пребывания на госслужбе. Размер ежемесячной надбавки варьируется от 55 до 75 процентов к существующим окладам сенаторов и депутатов. Это была программа «Стоит задуматься» и я ее ведущая Регина Лисаченко. Смотрите нас через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова